Привет, YouTube! На часах июль 2023 года, я Евгений Некрасов, и эта неделя была жаркая на события. Сегодня у нас в повестке. Кого отказывается тренировать бывший тренер Хабиба? Почему судьи UFC предвзято судят россиян? Какой бой способен принести 1 миллиард долларов? Что сказал Армен Гулян о Шавхале Чурчаеве? Кто поддержал отстранение Чурчаева от боев во всех лигах? Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес решил поделиться своим мнением в отношении предпринимателей Илона Маска и Марка Цукерберга, которые, как оказалось, желают сразиться в октагоне по правилам ММА. Но вот загвоздка. Мендес готов помочь им только за огромные деньги. Понимаете, друзья, эти бизнес-титаны обратились к тренеру, спрашивая, готов ли он поработать с ними. И как вы думаете, что ответил Мендес? Он сразу же отказался. Ведь тренировать Маской Цукерберга – это вовсе не его дело. Хавьер Мендес знает, что их ситуация привлекла огромное внимание, но он не готов пойти на компромисс, даже если бы кто-то из них предложил ему реалистичную сумму. Мендес все равно отказался бы. Ну и что, что они хотят его помощи? Он считает, что деньги, за которые он согласился бы помочь, им просто недостаточно. Что за заносчивость, не так ли? Но, конечно, нельзя не признать, что Мендес не глуп. Если бы кто-то из них предложил ему пару миллионов, то, конечно же, он бы согласился. Ведь за правильную цену можно купить кого угодно. Но тут встает вопрос, насколько разумно платить такие огромные деньги за услуги тренера. Мендес считает, что это просто глупо. Ну что ж, друзья, поживем и видим, как сложатся дела с этой битвой бизнес-гиганта в октагоне. Кто знает, может быть, они найдут другого тренера или даже передумают вступать в сватку. Все возможно в мире боевых искусств. Президент Урал Fighting Championship Радмир Габдулин поделился своими мыслями о возможной предвзятости в отношении российских спортсменов в промоушене UFC. И знаете что? Он считает, что это именно предвзятость. По словам Габдулина, он имел множество контактов и сотрудничеств с UFC и даже пересекался с их судейским корпусом. Он уверен, что там нет некомпетентных людей. Но при этом он видел явную предвзятость в отношении российских бойцов. И он рассказал историю, которая касается и его самого. В одном из поединков в Сеуле Габдулин считал, что победил своего соперника. Но победу отдали местной звезде. Точнее, потому что противник был местной звездой. И за это он и получил победу. А Габдулин был молодым и относительно неизвестным спортсменом. Они пытались устроить повторный поединок, но его соперник отказался. И вот почему. По мнению Габдулина, когда русские спортсмены выступают в UFC, всегда возникает предвзятость. Даже если бой будет равным, всегда дадут победу в другую сторону. Лишь бы не отдать ее российскому бойцу. Ну что ж, друзья, вы слышали мнение Габдулина о предвзятости в UFC. Это, конечно, вызывает интерес и некоторую иронию. Возможно, в мире боевых искусств есть свои закулисные интриги и предпочтения. Но мы надеемся, что в конечном итоге побеждает спортивная справедливость. Да, но Уайт разжигает интерес публики своими загадочными намеками на возможный поединок двух величайших бизнесменов. Марка Цукерберга и Илона Маска. Это, конечно же, пока еще не подтверждено, но Уайт умело поддерживает ажиотаж вокруг этого грандиозного противостояния. Судя по всему, Цукерберг и Маск планируют пожертвовать все собранные с боя деньги на благотворительность. И Уайт уверен, что это может быть целый миллиард долларов. Представляете, какой это рекордный доход от одного единственного боя в истории единоборств. Да, это просто невероятно. И что же, наш президент UFC не сомневается в том, что эти бойцы хотят провести свой поединок именно под эгидой его лиги. Ведь только в UFC можно получить лучшую организацию всех предварительных и последующих мероприятий. Однако Уайт подчеркивает, что у этой идеи есть временные рамки. Нам остается только гадать, когда же матчмейкеры, организаторы и сами участники будут готовы приступить к этой грандиозной задумке. Похоже, да, но Уайт не хочет ничем затмевать карт на юбилей в UFC 300. И, возможно, он уже вынашивает уникальный план для проведения такого необычного боя. Мы ожидаем невероятное зрелище и прекрасное шоу. Директор лиги «Наше дело» Армен Гулян прокомментировал ситуацию вокруг Хардкор и их намерений запретить выступлению Шавхала-Чурчаева в других лигах. И что же говорит господин Гулян? Да вы не поверите. Но никто из них даже не позвонил. Он говорит, пока что никто из нас не связывался с этим вопросом. Мы просто будем ждать, что нам предоставят какую-то информацию. И тогда уже лига сможет принять решение для себя. Но понимаете, такой регулятор пока не существует. И нам нужно понять, нужен ли он вообще. Мы в первую очередь исходим из контрактных обязательств спортсменов и организаций. Если возникают какие-то сторонние обстоятельства и риски, мы, конечно же, будем их изучать перед принятием каких-либо решений. Очень интересно, не правда ли? Весь этот запрет и регулирование выступлений Шавхала-Чурчаева вызывают массу вопросов. Но, видимо, пока никому не пришло в голову связаться с лигой «Наше дело» и обсудить эту ситуацию. Может быть, все это просто игры? На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить свой комментарий. В следующем выпуске мы обязательно порадуем вас интересными и свежими новостями из мира поп-ммэй. Пока и до новых встреч!